Всем привет, это Ямс. Мы попытаемся его сегодня приготовить. Он склизкий такой, да? Он выглядит как какая-то африканская картошка, которую я уже когда-то покупал. Как мы его готовим? Водичка тут имеется. Возьмите его на кипящей воде. Кипящую воду сейчас устроим. Потом в блендере вместе вот, например, вот с такой штучкой. Что еще можно использовать? Кокосовое молоко, да, по-моему? Кокосовое молоко, да, он в оригинальном. Кокосовое молоко, оно жирное, это не очень жирное. Рисовое, такая вот сметанка, что ли, 8% жира всего лишь. Сливки. И еще с чесноком, да, все это перемешивается. И типа пюре потом будет? Да. А, пюре, окей. Пюре из Ямса сегодня. Очень сопливый. Можешь показать, например, эти? Вот такие вот слезнявые. Посмотрим, что будет после варки. Так, на гарнир у нас пойдут овощи, андалузия, смесь по вегану, оно было в предложении. Тут цукини желтые, сладкая картошка батат, паприка, что еще, цукини зеленые, по-моему, и такие вопросы. На салат у нас будет, это портулак, зимний портулак. И вот это... Азия-блат. Как? Азия? Что-то Азия-блат. Да. Как он по вкусу? Довольно-таки... Не пробую. Остренький. Остренький по вкусу. Дву краешки. Дальше у нас пройдемте. Шампиньоны будут к салату, опять-таки. И вот эти био-черри томаты. И картошка пока закипает, еще делается. Потом мы ее проверим. И в блендер. Некоторые используют специальные щетки для очистки шампиньонов. Мне кажется, что некоторые загрязнения в этих грибах, да и других, щетками не вымываются. Нужно пальцами работать. Так, отмыли вроде доску и ножик от слюни Ямса. И теперь можно шампиньоны порезать. Помельче. Помельче? Да. Ну, Наташа сама режь. Я, в самом деле, всегда режу. Неправильно, чтобы потом кто-то сказал, «О, ты неправильно режешь». И все делает сам. Так, вот режет правильно. Только в тени вот все оставляет. Это слишком сложно для меня, определено. Высокая материя. Грибная. К салату, если все получится, не знаю, попробуем. Вот этот купили мы хлеб. Био-пумперникль. Не знаю, вы слышали или нет, но это классический хлеб в Германии. Он такой черный, прессованный. У этого особенность, кроме того, что в биокачестве, то, что он производится у нас в Гютерсло, Кибицхоф. Ну, не прямо у нас производится, но фирма Кибицхоф, она из Гютерсло. Да, и продает очень много своих товаров здесь локально. И здорово поддержать этого производителя, наверное. На самом деле, мы просто хотели попробовать этот хлеб. Я пробовал, точнее сказать, не этой марки, но Камила Кумперникль еще никогда не слышала даже. Или не пробовала? Слышала. Слышала, но не пробовала. Угу. Окей. Вот, сэкономили целый евро на этих томатах, которые типа сургонств или второй класс, или что-то такое, но в итоге один пришлось выкинуть. Теоргон-таки удачная покупка. На четвертинки ты делаешь, а? Угу. Весь этот черри какой-то гигантский. Что, упаковки еще больше будет? Может, это не био? Может, с Украины? В смысле, с этого? Чернобыль? Угу. Не, на самом деле, в Украине тоже есть органик товары, в том числе локальные, гречка. Да, все это, все это имеется. Нужно покупать и поддерживать по-любому качественных российских и украинских фермеров. Покупать локальное, покупать всегда, когда это возможно органик. Так, действительно, есть люди, заинтересованные в этом. Вы подумаете, в прибыли, да? Нет, не особо. Есть вот яблочки мы купили. Так, нет, вот это уже не те, мы их съели. Но это тоже в биокачестве. Мы, которое купили, оно было тоже в биокачестве, но написано было, земледель, земледел переделывает свое биохозяйство в диметр. Я рассказывал, берите био просто в поиске на канале. Есть другие качества, чем био. Выше еще, конечно, они био, но, короче, еще строже. Там контроль и прочее. Еще все натуральнее и еще, конечно, все вкуснее, на мой взгляд. Дороже от этого его товары у этого земледела не станут, только лучше. Ну вот, во время последней прогулки думали с Камилой, почему в России папа мне, в том числе, рассказывал. Раньше было все из кукурузы, да? И был даже мед из кукурузы, который папе понравился, да, или нравился. Было много чего из кукурузы, но сейчас кукурузных товаров что-то очень мало, или? Я не знаю, откуда они, куда они ушли, но как-то популярности такой нет, как по сравнению даже с той же Африкой, в которой кукуруза действительно основное блюдо. Гречка, картошка, все это типичная растительность, которую в России возможно выращивать, и нужно в массах просто везде продавать полезные штуки, да? Но почему-то нет. Есть какие-то сумасшедшие мясные магазины, полностью наполненные мясом, там мясные лавки какие-то, отравляющие жизнь не только россиян, но и всей России, да, почвы. И одновременно, конечно же, всей планеты, потому что Россия все-таки часть планеты, кто бы как ни думал. Но, да, просто поддерживай то, что считаешь правильно, то, что не разрушает ни твое здоровье, ни убивает или, да, использует жесточайшим образом животных и природу. Последним ингредиентом для салата станет вот такая вот золотая, да, золотая репа. В тени она не особо золотая. Вот так вот, вот так вот. Давно уже не ел репу. И нацедим ее вот на такой вот штуке. Мы сейчас наберем, точнее, я наберу петрушки тут различной, которая здесь произрастает. И будем импровизировать на самом деле, потому что чеснока не нашли, точнее, нашли, но он весь какой-то высох и неприменим. Срок годности прошел. Он подуныл, чесночок наш, но вот так вот выглядит ямс. Его мы смешаем с вот этой сливкой и с петрушечкой, по-моему. А с лучком как тебе? С лучком нет? С лучком не очень? Ладно, мне тоже не нравится. Не знаю, зачем ты предложил, но вы можете на самом деле. И попробую. Попробую на вкус. Привкусить другой немножко, чем от картошки? Минимально, минимально. Нет, на самом деле это такая хорошо разваривающаяся, да, есть эти твердые картошки, нет, это хорошо разваривающаяся картошка. То есть ничего не потеряли, если купите просто картошку. Ямс в итоге получает от меня хорошую оценку, такую же, как и картошка. Если он дешевле, если он дороже, то это скэм. Камила говорит, что возможно пищевая ценность отличается, но, не знаю, это нужно посмотреть, да, что-то спекулировать. Перец обычный, да? Угу, чуть-чуть. Куркума сюда не идет? Можно добавить куркуму. Так, пожалуйста, получится еще и мега полезно. С куркумой. Киллер, связь. Ну, точнее, наоборот, не киллер, это убийственная связь. Нет, наоборот, я не то сказал. Не плендер, а вот такая вот брум-брум-брум, мазафака. Ну, конечно, так мы заметили, что консистенция, как у теста, в итоге получилось. Не знаю, должно быть ли так, но в картошке обычной, вроде, ситуация иным образом выглядит. Я не знаю, добавить ли сюда еще воды. По-моему, нормально, блин. Там уже тоже все готово. Так, вот самое приличное блюдо. Да? В тарелочке. Вот так вот оно красиво выглядит и подается, наверное. Вот салатик в кастрюльке, потому что кто-то уничтожил мой салатник. Так, и это мне, потому что, да, что разводить еще одну посуду, использовать. Так, если вам понравилось данное видео, то не стесняйтесь ставить оценку под ним, комментировать и, возможно, у вас будут какие-то предложения по следующему рецепту. Спасибо за внимание. До-дого.